Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Кандидаты и номинанты в Анапе определяют человека года. Очередной выездной день здоровья прошел в станице Благовещенской. Закаливание и зимнее плавание – сезон открыт. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. По инициативе главы города-курорта Сергея Сергеева в Анапе стартовал конкурс «Профессионализм. Достоинство. Честь». Его цель – определить имена анапчан, добившихся по итогам уходящего года лучших показателей в работе, а также внесших существенный вклад в развитие муниципального образования. Каждый человек по-своему выражает любовь к родному городу. Кто-то поддерживает порядок на своей улице, сажает цветы, кто-то самозабвенно учит или воспитывает детей, кто-то просто добросовестно трудится, даже не задумываясь, что его трудовые успехи приумножают славу города. А кто-то творческими и спортивными победами вписывает в историю Анапы яркую страницу. Поэтому по итогам года анапчане назовут имена самых достойных и выразят им свое признание по результатам конкурса общественного признания с названием «Профессионализм. Достоинство. Честь». По 15 номинациям на сцене городского театра «Торжественные обстановки. Человеку года» будет вручен и памятный знак, и сертификат общественного признания. Имена самых лучших выберут простым голосованием на заседание Оргкомитета, а пока начат прием заявок. Внимание тем, кто уже готов назвать имена претендентов на звание «Человек года». Должны обратиться в администрацию, точнее в Управление экономики и инвестиций, кабинет номер 322, с заявкой на проведение конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь». Заявка выглядит в произвольной форме в виде ходатайства на имя главы муниципального образования города-курорта Анапы Сергея Павловича Сергеева. Чем больше вы укажете ярких событий и заслуг в ходатайстве претендента, тем больше у него шансов стать номинантом общегородского конкурса. Критерии, по которым определяется та или иная номинация, опубликованы на официальном сайте города. Вся информация по телефону 2308. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. 3 декабря – Международный день инвалидов. Сложно назвать этот день праздником, но те, кто справляется со своими недугами каждый день, находят повод радоваться жизни настоящие герои. В Центре культуры Родина прошел концерт под названием «Мы есть у тебя Россия». Участники и приглашенные гости – люди с ограниченными возможностями здоровья. Анапа стала одним из первых на Черноморском побережье городом безбарьерной среды. На курорте многое создано для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья имели возможность доступа ко всей социальной инфраструктуре. Этот день, который дает возможность вам встретиться, нам еще раз подумать о том, что еще не сделано. Всего разных причин – объективных, субъективных. Но это повод для того, чтобы поговорить о тех проблемах, которые еще не решены. И, наверное, порадоваться тому, что люди, которые физически ограничены в чем-то, не сломлены духовно. За многолетнюю благотворную деятельность по защите интересов и законных прав инвалидов, почетной грамотой и благодарностью главы города-курорта, наградили анапские местные организации. Председатель Совета ветеранов Станицы Гостогаевской Зинаиде Евдокимовой присвоено почетное звание «Заслуженный инвалид Российской Федерации». Ей было вручено удостоверение и нагрудный знак. Анапчане стараются всеми силами помочь людям, которые по воле судьбы живут неполноценной жизнью. Одна из видов помощи – акция «Цветик-семицветик». Благодаря специальным боксам удалось собрать немало средств для реабилитации таких людей. «Иди вперед, всегда иди, дорогу и добра». Эти строки из детской песни стали названием клуба эстетического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Руководитель клуба «Дорога добра» Людмила Комарова не понаслышке знает, сколько нужно терпения и самоотдача, чтобы идти такой дорогой. По решению главы курорта Сергея Сергеева, скоро у клуба появится собственное помещение и будет приобретено все необходимое для развития детей. Диана Юткина обладает недюжиной силой духа. Несмотря на свой недуг, она занимается любимым делом – танцует. Диана – лауреат всероссийских и краевых фестивалей. Творчество Владимира Сопрыкина делает наш город поэтичным и песенным, приумножает его историю. Владимир Михайлович сочинил стихотворение «За Россию честь имею», а анапский композитор Александр Пономаренко написал к нему музыку. Песня бесспорно трогает сердце и душу каждого слушателя. Песня «За Россию» Памятными подарками наградили и тех, кто прославляет Анапу на различных соревнованиях. Это анапские паралимпийцы, а Никита Ванков стал первым парадайвером в России. Эти люди живут с добрым сердцем, открытым для жизни, живут с верой в свои силы и с ощущением неугасающей радости бытия. Светлана Авилова, Артем Диборов, Анапа. Регион. В сельских округах продолжаются выездные дни здоровья. В рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». В субботу очередной день здоровья прошел в станице Благовещенской. Большую помощь в работе оказывают студенты Новороссийского медицинского колледжа. Регистрируют пациентов. В общеобразовательной школе номер 8 собралось немало людей, пришедших проверить состояние своего здоровья. Попасть на прием к терапевту, педиатру, неврологу, хирургу и другим узким специалистам. В кабинете врача-окулиста проверяли глазное дно с помощью офтальмоскопа. Аппарат обследует сетчатку, диск зрительного нерва, сосуды глазного дна. Не расширяя зрачки, можно посмотреть глазное дно, определить какие-то изменения есть или нету и, соответственно, уже назначить лечение. Конечно, обследование скрининговое, но выявляет довольно много изменений. Офтальмоскопия является одним из важнейших методов диагностики заболеваний глаз. Помимо глазных заболеваний, помогают в диагностике таких патологий, как гибертония, диабет и многих других, так как именно при этом исследовании можно визуально оценить состояние сосудов человека. В отдельном кабинете медработники забирали кровь на анализ, определяли уровень холестерина и глюкозы. В спортзале школы жители станиц измеряли рост, вес и артериальное давление. Нарушения в работе сердца специалисты выявляли с помощью ЭКГ и кардиовизора, эффективного скринингового метода для раннего выявления метаболических изменений миокарда. Все желающие прошли в спресс-диагностику функционального состояния сердца. Работа кардиовизора основана на компьютерном расчете электромагнитного поля, возникающего при работе сердечной мышцы. Компьютерная программа выводит обработанную информацию на экран, и пациент может не только прочитать результаты диагностики, но и увидит трехмерный электронный портрет своего сердца, где различными цветами окрашены проблемные зоны. Интересно все-таки уже возрасты измерить сахар, проконтролировать давление, ЭКГ, холестерин. Ну, здесь комплекс врачей, очень даже удобно, то, что сразу какие-то врачи как что-то выясняют, дадут консультации. Многие жители не могут выехать в Анапу, здесь очень много узких специалистов, которые недоступны пожилым людям. Здесь и кровь принимают, и можно УЗИ пройти, и всех узких специалистов. Поэтому еще раз большое спасибо главе, что позаботился о жителе станицы. Следующий день здоровья пройдет в эту субботу, 7 декабря, в поселке Сабанабалка. Реализация всего комплекса профилактических мероприятий губернаторской стратегии «Будьте здоровы» уже позволила добиться определенных положительных результатов, динамики показателей здоровья населения курорта и Краснодарского края в целом. Во время Дни здоровья в Анапе уже спасены десятки жизней анапчан и выявлено на ранней стадии много серьезных заболеваний. Алина Гумерова, Антон Чистяков, Анапа. Регион. Анапа почувствовала наступление зимы первым снегом, усилением ветра со штормовым предупреждением. А есть люди, которые отметили в такую погоду начало сезона настоящего отдыха и купания. Кто они, расскажет наш корреспондент Лариса Басова. В СУКО на пляже Федерального детского центра смены собрались смелые и стойкие люди моржи. Посмотреть, как войдут в воду температуры всего плюс 12 градусов, пришли родные и близкие, и дети, отдыхающие в смене. Состоялось торжественное открытие сезона зимнего плавания. И на наши мероприятия стали приезжать со всей России. Мы провели чемпионат Кубани по зимнему плаванию. Даже было больше людей, чем на чемпионат России. И заняли на чемпионате России первое место. И в абсолютном первенстве, и в командном. Зимнее плавание можно отнести к экстремальным видам спорта. Хотя в Анапе для моржей просто рай. Начало декабря встретилось с мельчаков трудными погодными условиями. Но моржи от мала до великих готовы к погружению и другим советуют. Это нужно для здоровья. С удовольствием надо делать. Первые шаги, все будет хорошо. Когда хочешь быть здоровым, то на все согласишься. И на холод, и на жару. Я приехала сюда очень больная из Казахстана. И вот с 1982 года я купаюсь почти каждый день. Холодная вода – это здоровье. Любая болячка, она вылечивается. Если у меня болит спина, я иду купаюсь. Прихожу домой здоровенько. Если у меня еще кто-то болит, я тоже иду купаюсь. В холодной воде, по мнению ученых, внутренние резервы организма помогают человеку преодолеть множество заболеваний, повышают иммунитет и настроение. А этот год для моржей особенный. Главное мероприятие в новом сезоне будет показательное выступление пловцов зимнего плавания в Сочи 2 февраля. Достойно мы представим и нашу федерацию в этом плане. Именно в преддверии Олимпийских игр. В том, что на Олимпиаде будет много побед российских спортсменов, не сомневаются даже самые юные последователи анапских моржей. Пролетает Олимпиада на Кубани, Сочи. Победа Всероссии казахи пророчат. Сезон моржевания на Черном море открыт. Впереди у любителей зимнего плавания много праздничных и будничных заплывов и соревнований. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Первый снег в Анапе и наступление холодов обрадовали любители зимних видов спорта. В пользу моржевания сторонники зимнего плавания не сомневаются. Но прежде чем окунуться в воду зимой, посоветуйтесь с врачом. Спасатели МЧС предупреждают. Нетренированным людям нужно быть осторожными на открытой воде. И ни в коем случае не выходить на тонкий лед. В связи с тем, что стремительно меняется погода, ледостав может образоваться в течение полутора-двухсот. Этот ледостав, естественно, требует повышенного контроля. Сразу обращаю внимание, есть специализированная организация, государственная инспекция по маломерным судам. В функцию которой входит контроль и заключение о ледовом покрытии, о возможности его использования, в том числе для рекреационных целей. Если этого заключения нет, еще раз призываю всех жителей и гостей города-курорта Анапу, без этого заключения выходить на лед категорически нельзя. Если вы не нашли его ни на сайтах интернета, если вы не нашли его в средствах массовой информации, в том числе и у вас мы размещаем, то вы можете обратиться в единую дежурничь вечерскую службу по телефону 320-94. Медиагруппа «Анапа» готовит подарки к Новому году. Телепроект «Письмо Деду Морозу» исполняет мечты наших зрителей и радиослушателей. В этом году мы приготовили новые сюрпризы и подарки. От участников конкурса мы ждем оригинальные новогодние поздравления, которые нужно прислать на почту морозсобаканапарегион.ру. В письме необходимо указать имя и фамилию, номер телефона и обязательно написать, кому вы адресуете свое поздравление. С одного электронного адреса принимается только одно поздравление. Подробности и условий конкурса смотрите на нашем сайте. А для маленьких анапчан особый конкурс «Тих на табуретке». О том, как принять участие в конкурсе и какие будут призы и подарки, узнаете на нашем сайте anaparegion.ru. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. В четверг 5 декабря в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 5-8, ночью до плюс 3 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 6 градусов тепла. Далее блок «Полезная информация» от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона». Все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений. Сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона». Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова